Всем привет, меня зовут Алексей Красиков, я психолог и ведущий программы «Моя маленькая странность» на телеканале You. Сегодня мы поговорим о том, почему локдаун и карантин вызвал волну разводов и расставаний. Понимаете, когда мы, ну предположим, мы с вами в отношениях, я мужчина, вы женщина, у нас очень много недосказанностей, у нас очень много разочарования, неоправданных ожиданий. У меня ожидания, которые вы не оправдали, у вас ожидания, которые я не оправдал. Мы все время в неком напряжении, сексуальная жизнь у нас какая-то не такая частая, как хотелось бы, и в принципе мы немного напряжены. Но мы уходим на работу, мы уходим с друзьями, мы уходим куда-то там развлекаться, и в принципе мы сбрасываем это напряжение, отвлекаясь. Но когда нас сажают на карантин попа к попе, 24 на 7 в одном пространстве, у нас нет возможности на личной границе, у нас нет возможности уйти от этого напряжения. Проще говоря, карантин и локдаун показали правду. Да, друзья мои, они показали правду. Если у вас был кризис, и вам уже было сложно договариваться, и у вас уже были сложности, они просто гипертрофировались. Пары, которые умели соблюдать личные границы, которые умели соблюдать уважение друг к другу, которые не были переполнены обидой, разочарованиями, недосказанностями, не разрушились. Почему такое большое количество скандалов и разводов и ссор? Потому что люди обожают себя обманывать. И пандемия, и карантин это прекрасно показали. За что, я считаю, нам надо быть благодарными. Потому что в будущем я бы рекомендовал строить отношения, которые изначально более открытые, которые изначально более обсуждаемые. Если вы в чем-то разочарованы, недовольны, вы это в себе не давите, вы стараетесь это обсуждать, не боясь, что, возможно, что-то закончится. Потому что если вы будете тянуть, откладывать на потом, скорее всего, это просто игра в потере времени. Знаете, есть вот такое представление о том, что если мы, мужчина и женщина, живем вместе, мы в браке или мы в отношениях, то мы должны быть 24 на 7 кайфовать от того, что мы, значит, в обнимашку там вместе спим и существуем. Надо понимать, что как бы вы не любили вашего парня или вашу девушку, очень важно давать пространство и временное, и физическое этому человеку побыть наедине с собой. Это очень важно сделать. И если у вас получится решить жилищно-коммунальный вопрос таким образом, разграничив как-то территорию или отпуская человека самостоятельно прогуляться, может быть, даже куда-то полететь с подругой, с другом отдохнуть, чтобы так, чтобы вот доверие и было между вами доверие, и так, чтобы вы разграничивали территорию, уважая личные границы каждого, это очень важно. Если говорить более, скажем так, глубоко, чтобы такой проблемы не было, нужно уметь не обманывать себя, потому что вот этот карантин и тот всплеск напряжения, который поднялся в домах, он был связан с недосказанностью. Он был вызван правдой, общим напряжением, общим недовольством, общим разочарованием, которые просто вы копили в себе. Поэтому ответ тут на самом деле очень простой. Будьте честными с собой и со своими партнерами. Хватит себя обманывать. Тогда не будет никаких проблем в пандемии. Самое главное – это научиться не обманывать себя. Хотя, ведь все напряжение, которое случается не только в коронавирус, да, коронавирус, как бы, ну, рано или поздно это все закончится. Эпидемии, карантины и все, что с этим связано. Самое главное – это задаться себе вопросом, а какие эмоциональные проблемы и какие претензии у меня к моему партнеру? Почему это копится? То есть, делайте, что хотите. Пляшите на ушах, ходите в парки, там, я не знаю, там, ходите по психологам, что хотите, делайте. Главное – научитесь разговаривать друг с другом. Возьмите за правило, когда у вас возникает какая-то обида или какое-то предположение о том, что кто-то что-то подумал, или какие-то возникли эмоции, разочарования, обиды, ревности, гнева. Поэтому постарайтесь взять за правило проговаривать друг с другом это. Например, Коль, ты знаешь, если честно, мне вчера было обидно, когда ты сказал мне такие-то слова. У меня было такое чувство, что ты обесцениваешь то, что я делаю для тебя, и ты это не ценишь. То есть, постарайтесь просто научить выражать свои чувства и свои мысли. Или, ты знаешь, если честно, мне очень грустно, когда ты так себя ведешь, потому что я думаю в этот момент, что я тебе не нужна. Постарайтесь научиться делиться своими чувствами и постарайтесь быть более откровенны друг с другом. У нас в России вообще с темой чувств очень сложно все, да. И у нас принято молчать, стерпиться, слюбиться, вот это вот, значит, смело, мрае в шалаше. А потом случаются карантины, и они готовы поубивать, понимаете, в этих шалашах друг друга. Потому что уже напряжение, но уже нет возможности его терпеть. Поэтому, чтобы не случались подобные срывы, и чтобы не случались подобные, так сказать, бури в стаканах, будьте честны с собой. Обсуждайте друг с другом, выражайте свои эмоции. Следующий момент очень важно, знаете, что еще проговорить? То, что, почему вы вообще вместе? Что вас объединяет? Куда вы смотрите? Если ваши пути разошлись, ну, а зачем вы это тянете? Вот знаете, вот у нас есть такая картинка, любимая, когда мыши плачут и колются, но продолжают грызть кактус. Любимая народная забава. Мы грызем кактус, плачем, жалуемся. Так, может быть, хватит себя обманывать? Давайте быть честными с собой.